Слова народные «Почему Украина вынуждена отказаться от Евровидения?» Киев отказался от участия в Евровидении 2019. Так завершилась эпопея с отбором артистов, который проводился Национальной общественной телерадиокомпанией Украины, НОТУ. После того как четверо из-за шести победителей один за другим отказались подписывать договор с вещателем, было принято решение обойтись без конкурса вовсе. Опрошенные известиями эксперты считают, что причиной бойкота стала попытка НОТУ поставить участие в Евровидении на службу политическим целям. Артисты не захотели воевать на сцене против России. В Россию не ногой. Политический мотив, как Киев отменил результаты отбора на Евровидение властью Украины не дали певице. МАЮФ представит свою страну на всемирном песенном конкурсе. Скандалы сопутствовали национальному отбору с самого начала. Широкий резонанс вызвала ситуация с дуэтом, дошедшим до финала. Сестры Анна и Мария Апанасюк во время интервью отказались признать Крым украинским, после чего их родителей, проживающих на полуострове, внесли в базу сайта «Миротворец», а самих девушек подвергли травле в СМИ. Когда все-таки победитель был определен и им стала певица, МАЮФ, оказалось, что от исполнителя требуют подписания договора с целым рядом жестких условий. В частности, ноту потребовало от участницы не допускать любых действий, высказываний или проявлений, которые могут иметь политический смысл или могут быть использованы в политическом аспекте. Также певице было предложено не допускать высказываний, которые могут ставить под сомнение вопросы территориальной целостности и обеспечения безопасностью Украины. Евровидение Украина 2. Группа Казка. Фото. YouTube.com. Организатор Евровидения прокомментировал отказ Украины от конкурса. И, пожалуй, главный пункт договора запрещал артистке гастролировать на территории Российской Федерации в период с даты подписания договора и еще три месяца после завершения конкурса. Майюф отреагировала резко, отказавшись смешивать искусство и политику. «Я гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину, но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции наших политиков. Я музыкант, а не бита на политической арене», – написала певица в своем Instagram. Позже с похожими объяснениями отказались от участия исполнители, занявшие второе и четвертое места. «Фридом, джаз, казка и брюнеттс, шит, блондс». «Нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия – объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Так что на предложении ноты у нас есть четкий ответ. Мы не поедем в 2019 году на Евровидение», – пояснила свое решение группа. «Казка». Верка Сердючка заявила о готовности начистить звезду и спасти Украину на Евровидении. Между мамой и папой. По словам российского продюсера Иосифа Пригожина, ситуация, в которую поставили музыкантов, напоминает семейную дилемму. Музыкантам предлагают выбрать, с кем они, с мамой или с папой. Потому что Украина и Россия – это мама и папа. «Представьте, что у русской женщины родился ребенок от украинского мужчины. И как мы будем делить этого ребенка? Распиливать, что ли? Но это же чистый бред», – возмутился продюсер. Главную причину бунта артистов волей-неволей пришлось сформулировать даже ноту, признавшейся, что отбор привлек внимание общества к связям российского и украинского шоу-бизнеса, которые остаются очень тесными. Евровидение Украина Депутат Верховной Рады Украины Татьяна Бахтеева Фото, РИА Новости, Евгений Котенко Дровыш поддержал отказ группы «Кашка» участвовать в Евровидении. «Политика никогда не должна влиять на культуру», – заявила известием депутат Верховной Рады Украины Татьяна Бахтеева. По ее словам, многие граждане находятся в недоумении от происходящего. Это большой урон для имиджа страны. Евровидение – мероприятие, которое должно сближать людей. Вместо этого политики пытаются превратить конкурс в орудие пропаганды. «Абсолютно понятно, что здравомыслящие люди отказываются от участия, так как не намерены быть марионетками в руках политиков», – отметила Татьяна Бахтеева. Украинского политика поддержал народный артист России, композитор Максим Дунаевский, подчеркнувший, что условия, которые предъявили музыкантам дикие, непонятые, дурацкие, вообще не должны существовать в искусстве или шоу-бизнесе. «Вице-премьер Украины посчитал отказ от участия в Евровидении нелогичным. Как можно мешать вместе политику, личные взгляды и культуру? Я не могу представить, чтобы в Америке, на которую равняется Украина, какому-то артисту запретили сниматься или ездить куда-то с концертами из-за его политических убеждений. А здесь это как бы в порядке вещей», – отметил композитор. «Государство и искусство. Заявление лучших украинских исполнителей о нежелании участвовать в политических действиях, провоцирующих ненависть к России, свидетельствует о том, что и простые украинцы сегодня пересматривают свое отношение к событиям 2014 года», уверен зампред Комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Игорь Морозов. Евровидение Украина. Президент Украины Петр Порошенко фото Анастасия Приходько пожалела об участии в Евровидении от России. «Украинское гражданское общество, особенно творческая интеллигенция, начинает просыпаться от литургического сна. И поэтому сегодня найти среди достойных Евровидения музыкантов людей с националистическими взглядами невозможно», – отметил сенатор в беседе с известнями. Петр Порошенко боится накануне президентских выборов получит политический сюрприз в виде пророссийских высказываний украинских певцов. Именно этот страх и заставляет его окружение снять Украину с песенного конкурса. «Сложившаяся ситуация лишний раз демонстрирует несостоятельность украинского государства на всех его уровнях», – отметил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. «Если доходит до того, что в стране не могут функционально и нормально организовать отборы и представить себя на международной арене, то вряд ли стоит официальному Киеву обижаться, когда страну называют «фейлд стейт» или же «несостоявшееся государство». «Это лучшая иллюстрация той трагедии, которая сейчас происходит на Украине», – сказал известным политолог. Собеседники известий также высказались по поводу возможного предотвращения подобных ситуаций. По мнению Ксении Рубцовой, продюсировавшей лауреатов Евровидения «Бурановских бабушек», необходима конвенция по организации и проведению конкурсов. Лоза не увидел украинского духа в песнях отказавшихся кандидатов. Подписавшие ее страны не смогут отказаться от участия в конкурсе по политическим или иным мотивам. Не смогут не пустить в страну того или иного участника, как это было с Юлией Самойловой, когда Киев не разрешил ей принимать участие в Евровидении, отметила продюсер. Политика на Евровидении В прежние годы участие Украины в Евровидении тоже было связано с политическими скандалами. В 2005 году конкурс проводился в Киеве и страну-хозяйку представляла группа «Грин Джолы», от которой европейские организаторы конкурса потребовали изменить слова чрезмерно политизированной песни. В частности, в композиции, созданной на волне «Оранжевой революции», была строчка Ющенко «Наш президент». В 2017, когда конкурс снова проводился на Украине, организаторы отказались пускать в страну российского артиста Юлию Самойлову из-за посещения Крыма. Евровидение Украина Певица Юлия Самойлова представляла Россию на конкурсе песни «Евровидение-2018» фото «Известие» Михаил Терещенко. Лидер СМБ высказался о скандале с Евровидением на Украине. В истории Евровидения были случаи отказов от участия и в связи с другими межгосударственными противоречиями. Так, в 1969 году Австрия не стала отправлять своего артиста в Испанию, где правил диктатор Фрэнко. А кипрский конфликт 1974 года привел к последовательному Димашу обеих его участниц Греции – 1975, и Турции – 1976. В 2005 году Ливан взял самоотвод, поскольку организаторы запретили заменить выступление израильского исполнителя телерекламой во время трансляции. А через четыре года Грузия решила пойти по стопам Украины и сделала ставку на антироссийскую песню группы Стефания Трига. Однако если Гринджолы в итоге пошли навстречу Европейскому вещательному союзу, то представители Тбилиси отказались корректировать содержание номера и вылетели с конкурса. Наконец, в 2012-м Армения отказалась отправлять своего артиста в Баку, где проводилось Евровидение, обосновав это историческими разногласиями с Азербайджаном. Материал готовили Марина Иванова, Андрей Туманов, Николай Корнацкий, Наталья Васильева, Зоя Игумнова, Николай Позняков, Сергей Изотов.